доброе время друзья еще один немаловажный нюанс когда вы будете подвешивать кормушки на нить к стволам деревьев а либо например подвешивать на нить же сало который очень любят синицы и почти вселестные птицы имейте ввиду то что птицы садятся с разбегу так сказать на сало и она постоянно как бы испытывать некоторое давление такое же давление постоянно на растяг испытывает и нить то же самое происходит и с кормушками такие крупные птицы как сойки они могут прыгать с кормушки на кормушку либо светки на кормушку всем своим как бы весом поэтому вспомним сейчас то что капроновые узлы имеют свойство развязываться тем более если нить не капронова нейлоновая тем более поэтому друзья не поленитесь внимание когда вы завяжете один узел после него дублирующий и еще один третий три узла как минимум должно быть а полите кончики и расплавленный кончик наложите на узел сверху зафиксировав тем самым узел и он уже полу расплавленном состоянии развязываться не будет и кормушка провисать не будет также это касается и сало в том числе вот в данном случае это нейлоновая нить тоже самое ну и еще немаловажно вешать кормушки тем более маленькие небольшие около веток чтобы птицы крупные садились не на кормушку ворошили и и выплескивая корм а именно на ветку и светки уже доставали корм а 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 и а Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok